Здравствуйте, друзья! Может, кто-то проснётся? С декабря граждан РФ с аннулированными ВНЖ обяжут покинуть Латвию. С 1 декабря стартует второй этап выдворения из Латвии граждан России, чей постоянный ВНЖ аннулировали из-за неявки на экзамен по госязыку или неподанных документов на статус постоянного жителя ЕС. Эти люди получат распоряжение о выезде в срок до 30 дней. Сколько тех, чьё нахождение на территории Латвии теперь незаконно, Управление по делам гражданства и миграции ПЛНП обещает подсчитать к середине декабря. Давайте разберёмся, что ждёт все категории граждан РФ, попавших под поправки закона об эмиграции. В сентябре глава ПЛНП Майра Розе сообщила, что её управление разослало 3255 проживающим в Латвии российским гражданам письма о том, что в связи с новыми требованиями закона об эмиграции они должны покинуть страну или получить, пытаться получить временный вид на жительство на других основаниях. Было установлено, что 73 человека находятся за границей, а ещё 200 не имеют задекларированного места жительства в Латвии. Это действие ПЛНП стало очередным шагом по выполнению принятых годом ранее и дважды дописанных поправок к закону об эмиграции, по которым автоматически постоянный вид на жительство бывших неграждан Латвии, получивших гражданство России после мая 2003 года, утратил силу. А чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, надо было пройти ряд процедур. В том числе люди от 15 до 75 лет должны предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года. Больше половины заявителей языковый экзамен не сдали. Но я думаю, мои подписчики сдали. Ну пусть не все, но всё-таки сдали и ходили, правда? Возник и ряд других нюансов, неучтённых к поправкам. В итоге, всем, кто неуспешно сдал или имел уважительные причины не явиться на экзамен, оформят ВНЖ на 2 года с сохранением социальных прав. За это время они обязаны подтянуть язык до категории А2, если хотят остаться в Латвии. Ребят, 2 года. За 2 года уж можно точно выучить, правда? И несколько раз пытаться сдать. Ну, завалили, потом ещё раз. Сколько граждан России находятся в Латвии незаконно? Тем более, 3 тысяч граждан РФ, кто экзамен сдать не пытался или в случае освобождения от теста не подал документы в миграционную службу, предлагалось до 30 ноября найти новое основание для законного пребывания в Латвии, временной ВНЖ или покинуть страну. Сколько таких людей сегодня находятся в стране незаконно? Майра Роза обещает уточнить ко второй половине декабря. В интервью латвийскому радио Роза пояснила, что ещё 8 дней управление отводит на получение заявок по обычной почте. После будет дан запрос в погранслужбе, кто из необъяснившихся покинул страну. Это не вопрос одного дня, ведь люди могли выезжать и через страны Шенгена, например, через Литву. А там погранконтроль есть не везде. Теоретически сообщить о человеке с аннулированным ВНЖ могут соседи или любая местная организация, с которой тот вступит в контакт. Врач, банк, коммунальные и социальные службы, полиция и так далее. Фактически жизнь этих людей в Латвии уже максимально затруднена. С момента лишения персонального кода эти люди уже не получают здесь пенсию и софинансируемое государством медицинское обслуживание. А банки обещали в индивидуальном порядке оценить возможность сохранить им счета. В частности, представитель Национальной службы здравоохранения Сынтия Голбе сообщила, что в сентябре в связи с аннулированием постоянного места жительства из регистра получателей медицинских услуг в Латвии были исключены 3534 гражданина России. Несколько десятков были исключены по ошибке. Кого-то позже восстановили. Подсчет пока ведется. Следующий шаг выдворения тех, кто ничего не делает. Распоряжение на выезд в 30 дней. Ребят, сколько раз я вам говорила, что ничего не делать нельзя. Нужно обязательно подавать документы. Нужно хотя бы пытаться пойти на этот экзамен. Ну, завалили. Ну, давайте хотя бы документы подайте. Навременно все-таки, да? Ну, не сидеть, сложа руки. Рассказываем подробно, что теперь ждет все категории граждан России, попавших под поправки. Если экзамен по гос.языку сдали, но неудачно. Граждане России этой категории должны были до 30 ноября сделать еще одну попытку пересдать экзамен на А2 в порядке специальной очереди. Теоретически их ВНЖ еще работает до конца года и можно успеть сдать тест в общей очереди. В случае успеха на экзамене до Нового года им надо было подать документы на статус постоянного жителя ЕС в Латвии. Госпошлина – 70 евро. В случае провала на экзамене подавать документы на двухлетний ВНЖ. Сделать это можно с 30 ноября этого года по 30 марта следующего года. Госпошлина за рассмотрение – 100 евро. Этот вид на жительство ограничен во времени – 2 года без права продления, но сохраняет для своего обладателя такие же социальные блага, какими он пользовался при своем прежнем постоянном ВНЖ – право на работу, пенсию, оплаченные государственные медицинские услуги и социальную помощь. Те, кто был записан на пересдачу языкового экзамена, должны были до конца года сделать хоть одну попытку или доказать, что не смогли этого сделать по уважительной причине. Болезнь и другие. Я вам в предыдущем ролике об этом говорила. Какие причины могут быть, если вы не пошли на экзамен, да? Если тяжело, болен там родственник, мать, отец. Если сам болен, если там случился пожар вдруг, я вам говорила это. В противном случае им могут отказать в двухлетнем ВНЖ. Если для нового статуса не хватало дохода или срока пребывания в Латвии, тем, кто успешно сдал языковой экзамен А2 или имел сертификат А2, выданный после 1 февраля 2001 года, но для получения статуса постоянного жителя ЕС в Латвии не хватило дохода, минимальная зарплата за последний год или любая пенсия, или за последние пять лет он отсутствовал в Латвии более 10 суммарных месяцев или 6 месяцев подряд, могут до 31 декабря этого года подавать заново документы в ПЛМП на новый постоянный ВНЖ Латвии, такой же, который у них 2 сентября был аннулирован. Доходы для этого статуса годятся любые, даже нулевые. Для статуса постоянного жителя ЕС требовалась минимальная зарплата весь последний год. Понимаете, да? Для ЕС нужна зарплата за весь последний год, что для работающих 620 евро, для пенсионеров должна быть хоть какая-то пенсия. А если у вас для работающих, да, работающих, не пенсионеры, не было 620 евро, то можно подавать на ВНЖ Латвии. Понятно, да? И даже нулевой доход годится. А вот суммарное отсутствие увеличивается до 12 месяцев. При том, что раньше, по своему постоянному ВНЖ, который аннулировали со 2 сентября, гражданин России был обязан въезжать в Латвию всего раз в год, хоть на день. При этом, к примеру, отсутствие на более длительный срок дальнобойщиков и моряков считается уже по уважительной причине. А считалось не по уважительной. Сейчас сделали все-таки по уважительной. Если ВНЖ аннулировали и предложили выехать, речь идет о тех, кто получил письмо от ПЛМП об аннулировании постоянного ВНЖ и предложение искать новое основание для жизни в Латвии или выехать до 30 ноября. Напоминаю, что несколько десятков человек получили такое письмо по ошибке. Они имели возможность все восстановить. Если у человека есть право на временный ВНЖ в Латвии по вызову родственников, детей и супругов, граждан или неграждан Латвии, для работающих вызов от работы и по гуманным соображениям. До 30 ноября можно было попытаться подать документы на него. Для временного ВНЖ нет требований знания госязыка и постоянного пребывания, но надо подтвердить доход не менее минимальной зарплаты за последний год или гарантии такого дохода от родных и близких. Обладатель такого ВНЖ не имеет права на получение социальных благ и медицины от Латвии. Если права на временный ВНЖ нет, можно было выехать в любую третью страну, не обязательно в Россию. Есть страны, у которых для граждан РФ предусмотрен безвизовый въезд. Другой вариант – попытаться удлинить срок пребывания в Латвии через апелляции в разных инстанциях. В частности, подать заявление на имя начальника ПЛМП с просьбой разрешить нахождение в Латвии в течение года по гуманным соображениям. Если до 30 ноября оставшийся без ВНЖ россиянин не покинул Латвию, не имел оснований для получения временного ВНЖ или не подал прошения о продлении своего пребывания, ему могут направить более строгое распоряжение о выезде со сроком в 30 дней. Перед этой процедурой службам МВД придется выяснить многие обстоятельства, в том числе и мнение самого человека, рассказала майора Розе. Может быть, еще кто-то проснется, например, у него есть здесь супруга, и тогда мы ему все равно разрешим подать документы, разъясняет чиновница. Пока еще много неизвестного, пока не станет окончательно ясно, останутся эти люди или уедут. Срок обжалования распоряжения на выезд – всего 7 дней. И тут для продления пребывания до года нужна уважительная причина. Необходимость продать квартиру, организовать, к примеру, продажу мебели и другое. Есть вариант обратиться в ЕСПЧ с просьбой временного урегулирования запрета на выдворение, пока Конституционный суд не рассмотрит иски. Если распоряжение не обжаловано и человек не покинул страну, после Нового года запустится процедура принудительного выдворения в страну гражданства. Это по закону, к сожалению. В реальности, как утверждают правозащитники, процедура выдворения из страны ЕС базируется на европейских гуманных принципах. Государство должно исчерпать все возможности добровольного выезда, а в отношении социально уязвимых групп пожилых людей, инвалидов, семей с детьми, ну, наверное, матерей-одиночек, действия должны быть особенно деликатны. Надо проверить, позволяет ли состояние здоровья пройти процедуру, могут ли отменить поправки и когда. Первое слушание по поводу десятков исков о поправках к закону об иммиграции в Конституционном суде Латвии начнется 9 января в 10 утра. После окончания рассмотрения вердикт будет оглашен в течение месяца, то есть в середине февраля. В Конституционный суд представлять заявителей взялась Елизавета Кривцова. Свою позицию она основывает на трех статьях Сатворсна и протоколе Европейской конвенции по правам человека. Выиграет она этот суд или нет, мы будем знать уже только в следующем году. А в этом году вот такие законы. Я надеюсь, что среди моих подписчиков нет людей, которых выдворяют у страны. Ребят, я желаю вам всего самого-самого доброго. Я надеюсь, что уже многие сдали экзамен, подали документы и спят спокойно. Я вот тоже скоро получаю свою ID-карту, так что поздравьте меня. До встречи!